День поля Поздравить фермеров с окончанием весенних пассивных работ приехали больше 6 тысяч человек. Каждое муниципальное образование продемонстрировало свой национальный колорит, подготовив экспозицию подворья. Товаропроизводители организовали выставку-дегустацию. Молочные продукты, хлеб, овощи и фрукты. Полакомиться натуральными продуктами могли все желающие. Мы приехали впервые на это мероприятие как производители молочной продукции. И нам очень понравилось, как организована эта площадка. Очень много желающих попробовать продегустировать нашу продукцию. Повезло с погодой. Для самых маленьких гостей работал контактный зоопарк, где фермеры представили интересные породы своих водопечных – лошадей, телят, баранов и индюшек. Самой зрелищной частью праздника оказались соревнования механизаторов по фигурному вождению. Водители с легкостью управляли многотонными тракторами, проходя препятствия и выписывая фигуры. На протяжении всего дня на сцене выступали творческие коллективы региона с интересной концертной программой. Впервые на аграрном фестивале организаторы представили экспозицию «Цифровая трансформация», где показали новую сельскохозяйственную технику. Деловая программа началась с церемонии награждения. За заслуги в агропромышленном производстве, активную общественную работу и многолетний плодотворный труд аграриев наградили памятными подарками, благодарственными письмами и грамотами. Выражая признательность организаторам и участникам нашего мероприятия, дорогие друзья, благодаря, прежде всего, вашим усилиям, это замечательное мероприятие превратилось в масштабное, интересное, многоплановое событие. Ключевое событие дня стало заседание Губернаторского совета развития сельских территорий, состояния и перспективы. Главной темой стало подведение итогов весенней полевой кампании. Как вы все знаете, весенний сев у нас проходил с вами при достаточно неблагоприятных климатических условиях. Поздние заморозки и дефицит осадков практически на всей территории нашего региона, витающие воздействия с этим полуцидом, повлияли, соответственно, на посевы-посевы ярового сева. Тем не менее, гибель посевов составляет 11% от общей площади, что ниже уровня по Приволжскому федеральному округу. Яровой сев проведен на площади в 690 тысяч гектаров, что на 4% превышает план. Итоги показали, что сельхозпредприятия стали внедрять новые современные технологии возделывания культур, применять новые сорта с более высокими посевными качествами. Дарья Сударева, Юрий Тимонин, Новости Улправда ТВ.